МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чрезвычайная ситуация на телеканале Беларусь-4. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. И сегодня мы поговорим о безопасной зиме. В каждую пору года существуют свои особые правила безопасного поведения. В центре нашего внимания сегодня скользкие дороги, зимняя рыбалка и пожары, которые зимой как никогда беспощадны. Психологи давно заметили, одно из условий возгораний – долгие вечера. Одни их проводят с пользой, другие не знают, как скоротать. Тогда на помощь приходит алкоголь, а за ним стучится беда. По статистике, наибольший процент смертей на пожарах фиксируется именно в зимний период. Особенно такая закономерность характерна для сельской местности. Именно в деревнях происходят пожары, которые часто заканчиваются трагически. К сожалению, большинство сегодня граждан, это жилой сектор, это село, используют у себя печное отопление в домолодениях, которое построено в 60-70-х годах. И, соответственно, это дорогостоящее сегодня взять, переложить печку, построить новую. Соответственно, они эксплуатируют то, что им досталось. А само по себе, уже как прибор отопления, печное отопление за столько лет, оно себя изжило, износилось. И, соответственно, сколько ты его не штукатурь, при определенных колебаниях почвы и каких-то других последствий, оттепель, заморозки, да, та штукатурка с дымоходов отваливается, и, соответственно, возникает вероятность пожара. Маяком спасения сегодня по праву считают пожарный извещатель. Это устройство в Беларуси уже уберегло тысячи жизней. Кажется, мелочь, но на пожаре она играет решающую роль. В Лаевском районе благодаря извещателю спаслась семья из трех человек. Сигарета сегодня, она с эффектом тления, то есть ее можно даже не использовать, но она вся сгорит до тла. Соответственно, источник 300 градусов падает на сгораемые материалы, и получается пожар. Действительно, даже последний случай, который унес молодую пару вместе с матерью сына погибшего в городе Гомеле, именно алкогольное состояние. Но у них был шанс, ведь этот извещатель услышали соседи, да, и соседи заблаговременно позвонили, приехали подразделения МЧС, да, не удалось спасти этих трех погибших граждан, но, в принципе, строение дом остался целым. Пожарные называют извещатели страховкой, ежегодный платеж по которой купленная в магазине батарейка. Устройство бесполезно, если за ним не следить. В Гомеле на улице Концевича, войдя в горящий дом, спасатели обнаружили тела трех человек. Пугарный газ, он без цвета, без запаха. И человек, когда его вдыхает, он резко чувствует слабость, и, соответственно, потом, не понимая, страдает, ну и погибает. Газовой службой был разработан соответствующий извещатель, который реагирует, распознает этот угарный газ. И, соответственно, сегодня газовая служба активно его внедряет, продает. И уже, скажу вам, даже два извещателя в одном есть такие извещатели, которые позволяют реагировать на дым. Обычные продукты горения при возникновении пожара, также и на угарный газ. Вообще, зимой всегда происходит рост количества возгораний по причине неосторожного обращения с огнем. В сельской местности это объясняется еще и пристрастием населения к спиртным напиткам. Примеров можно приводить сколько угодно. У всех один финал. Произошел пожар в поселке Трусковой, Рогачевского района, в результате которого погибло сразу два человека. Женщина 1987 года рождения и ее брат. По результатам судебной медицинской экспертизы выяснилось, что накануне пожара данные граждане находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, что и послужило тем условием возникновения пожара, причиной которой стало неосторожное обращение с огнем при курении. Семьи, в которых родители стоят на профилактическом учете, перед началом отопительного периода всегда посещаются работниками смотровых комиссий. МЧС и социальные службы следят, чтобы опасности не подвергались дети. К сожалению, в Гомельской области были печальные примеры. Сегодня, если печное отопление неисправно в семье, воспитывающей несовершеннолетних детей, то это рассматривается как угроза их жизнедеятельности. И ставится вопрос об изъятии их из этих семей, пока эта внешняя причина не будет устранена. То есть сегодня вопрос очень жестко стоит по этой тематике. И каждый пожар, каждый факт, происшедший по этой теме, дается по понедельникам оценка деятельности всех субъектов профилактики правонарушений. Начиная от образования, социальной защиты, МЧС и всех других заинтересованных. Правильное обращение с отопительными приборами зимой – залог безопасности любой семьи. Вот почему МЧС так пристально следит за состоянием печей населения. Неоштукатуренный лежак, разваливающаяся топка, трещины вкладки могут расколоть жизнь на до и после. Да, действительно, мы сегодня поставили современные аппараты защиты в своих электросчетчиках и надеемся на них. Но ни один производитель электрооборудования не дает гарантии 100%, что не случится пожар. Даже брать случай, который произошел в Рогачевском районе. Мужчина пришел на обед, час у него есть, через дорогу работал, соответственно, покушал и лег отдохнуть. И было достаточно вот этого времени, чтобы он уже не проснулся. А что случилось? Случилось то, что холодильник воспламенился, то электрооборудование, которое, в принципе, предназначено от постоянной работы в электросети, соответственно, три месяца в эксплуатации. Но тех продуктов горения, которые выделило всего лишь выгоревший пол морозильной камеры, и он сам по себе затух, хватило, чтобы этот мужчина не проснулся. В феврале 2017 года показал, что в особой категории риска пенсионеры. Людям преклонного возраста часто приходится в одиночку принимать вызов морозных месяцев. Из-за перекала печи прошлой зимой на пожарах погибло 9 человек старше 60 лет. Возгорания происходили буквально одно за другим. Такого в нашем регионе раньше еще не было. В МЧС тогда все случаи проанализировали и сделали выводы. Если в целом говорить о статистике, именно разделять нарушение правил устройства печного отопления, либо эксплуатации, то у нас идет снижение. Но это идет почему? Потому что этому вопросу очень огромное внимание уделяется даже не только МЧС, а соответственно органами власти. Ежегодно поручением председателя областполкома дается команда, чтобы все печное отопление, особенно у граждан, которые одинокие, ветераны, оно обследовалось комиссионно. Устанавливались проблемы, причины. И соответственно при помощи тех государственных социальных программ решались эти вопросы. По сути зима – одно из условий возникновения пожаров. Причины прежние – курение в постели, злоупотребление алкоголем и вопиющая беспечность при эксплуатации электронагревательных и отопительных приборов. Все эти вещи объединяет один фактор – человек. Его образ жизни может быть как ключом к безопасности, так и дорогой к трагедии. С приходом холодов, словно мотыльки, летящие к свету, на первый лед выходят рыбаки. Они всегда герои зимних выпусков новостей, ведь в декабре нередко терпят бедствия из-за выхода на тонкий лед, а по весне отправляются дрейфовать на льдинах. Не исключение и Гомельский регион. Из-за нарушений правил безопасности зимней рыбалки за последние два года в Беларуси погибло 34 человека. Двое из них – дети. В очередном сюжете мы попытались найти ответ на вопрос, во имя чего порой так безответственно рискуют люди. Какой мужчина не любит зимнюю рыбалку? Единство с природой, тишина, удовольствие от клева и хруст снега под ногами. Тонкий лед он манит рыбака, потому что считается, что по перволётку рыба всегда клюёт лучше. Но ни один улов, как мы всегда предупреждаем рыбаков, не стоит жизни человеческой. Дома ждут рыбаков и без улова. Экстремальную зимнюю рыбалку можно считать сразу после выхода на лёд без спасательного жилета, специальных зацепов и верёвки. Особенно удивляют рыбаки, которые без всего этого выходят на неокрепший лёд. Каждый год они словно соревнуются друг с другом, кто самый храбрый и везучий. От некоторых удача отворачивается. Я бы ещё раз обратился ко всем рыбакам, брать с собой спасательные средства, брать помощи такие называемые, типа как отвертки с ругой, типа шила, чтобы можно было зацепиться. Бывает даже, что человек провалился по груди, а выбраться не может, он погибает из-за переохлаждения. Если бы люди хоть раз видели, с чем сталкиваются водолазы-спасатели, когда поднимают на поверхность утопших, то вряд ли бы пренебрегали правилами безопасного поведения на льду. Человек способен продержаться в холодной воде не более 8 минут. Реальная ситуация, с которой сталкивается водолаз, она абсолютно не та, которую мы можем видеть по телевидению, когда транслируется из тёплых морей картинка. Мои коллеги говорят, что видимость водолаза или зрение, она находится на кольчиках пальцев. Поэтому все поиски проводятся на ощупь. Жажда хорошего улова каждую зиму толкает рыбаков на неокрепший лёд, а желание выпить на глупые необдуманные поступки. Но даже если под ногами проломился лёд, а под руками нет спасательных средств, выход есть. Необходимо перевернуться на спину и, отталкиваясь от кромки пролома, попытаться на спину выбраться на лёд. И уже ползком, если это получилось, а должно получиться, потому что вертикальная прочность льда, если давишь горизонтально, толщины от пролома и до берега, в принципе, должно хватить. В ноябре этого года работники маневренно-поисковой группы «Освод» провели сложнейшую операцию под водой. Ночью в условиях отсутствия достаточной видимости практически на ощупь. Они исследовали участок Днепра в поисках утонувшего с пассажирами автомобиля. Машина упала в реку в результате ДТП. «Было принято решение подсветить светом фар поверхность реки Днепр и осуществить поисковое мероприятие. Был обнаружен автомобиль, он обнаружен был на глубине около 5 метров, он был перевёрнут колёсами вверх, находился в ямке, двери не открывались, салон был затоплен уже к тому времени, полностью обстропили, дождались тяжёлой техники, которая осуществила уже транспортировку на буксире этого автомобиля на берег». Зимой в зоне риска часто оказываются дети, которые остались без присмотра. Игры на льду, толщина которого не достигла хотя бы 8 сантиметров, забава со смертью. «Не обязательно большой водоём, не обязательно. Сейчас, если в деревнях выкапывают копанки, они тоже представляют собой опасность. Где-то дети выезжают в выходные дни, выходят во двор, где их оставляют без присмотра, они идут на ту же копанку, смотрят, там можно даже с горочки скатиться где-то на саночках, или водоём естественный есть в районе деревни или дачи. И они тоже вылетают на этот тонкий лёд и попадают в неприятную ситуацию». За декабрь 2016 года и январь-февраль 2017 в Гомельской области утонуло 4 человека. Все они рыбаки. 38 человек, терпящих бедствия, были спасены сотрудниками освод. Среди тех, кому оказали помощь, 11 несовершеннолетних. Всего по республике было спасено 269 человек. Предупреждено почти 15 тысяч возможных трагедий. «Наши водоёмы непредсказуемы. Вы можете здесь быть лёд толщиной 15 сантиметров, в 10 метров от этого места может быть ключи, и толщина льда уже понижается в несколько раз». К рискованным играм на замёрзших водоёмах можно отнести катание на автомобилях, квадроциклах, надутых камерах и ватрушках. Кроме того, что лёд может не выдержать веса техники отдыхающих, это ещё и просто травмоопасно. Спасатели столкнулись с тем, что люди в основном осознают степень риска, но их тянет на приключения. «К такому же квадроциклу несколько лет назад, ну, может, 4-5 лет назад, мне приходилось самому вызывать милицию, чтобы предотвратить несчастный случай на воде. Когда цепляли саночки к этому квадроциклу, паровозик из 5-6 саночек, на эти саночки насаживались дети, и добрый дядя на квадроцикле катал по льду детвор. Вот, представляете, если проваливается квадроцикл, глубина там до 10 метров на этом озере, бывает и больше местами, и всё, весь этот паровозик утаскивает за собой под лёд». Вода не прощает ошибок, даже если она находится под толщей льда. Любой риск или экстрим должен быть оправдан, а иначе это глупость. Зима – прекрасная пора, чтобы посвятить время отдыху. Встать на сноуборд, отправиться на горнолыжный курорт, заняться охотой или рыбалкой, провести время на даче у камина. Главное – не забывать одну простую вещь. Удовольствие должно быть продуманным и безопасным. Это была программа «Чрезвычайная ситуация» на телеканале «Беларусь-4». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин